Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Я не заметил. Не знаю, даже я не пересматривал, фоткал я вообще вот эту часть. Оказывается, здесь нужно сфоткать и смотри, и тут меняются цифры. Видишь, они не по порядку идут. И вот как раз вот здесь вот, видимо, нужно 16.36 нажать. Это то есть... Получается... 8... 8.212 что ли? Да, 8.212 получается. Да, вот такая вот... Вроде бы... О, кстати, здесь где-то гвоздь должен быть. Стол, вот как раз стол. Рядом со столом должен быть гвоздь. Во-первых, вот это. Монокуляр. Отлично. И гвоздик. Взяли гвоздик, отлично. Так, давайте... А, подожди, подожди. А вдруг... А вдруг что-то на столе было. На всякий случай проверяем все. Монеток никаких не видно, вроде нет. Так, ладно. Давайте монокуляр посмотрим. Осмотреть. А применить? Нельзя использовать. Это хорошо. А вот как бы всего, я не знаю, что дальше пока делать. Ну давай, подсказку. Выходим. А-а-а-а. Я понял. Вот здесь посмотреть. 16.86 и бабочка. Больше ничего, да? думаю где еще кады у нас а фигушки себе да господи вот этот страшно не зря сфоткал не зря я правда не понял в чем прикол 98 у меня были предположения что надо перевернуть это наш друг между прочим похоже был да кстати дом и монетка да сейчас опять нибудь одну монетку оставим где-нибудь так но это поход делу нужно в этот дым сюда вот в эту дверь все же записывается да все записывается скорее всего раз дом во первых давай осмотрим мало ли что-нибудь сзади будет ну это да правильно конечно такие вещи стрёмные ой здесь так темно и ничего не вижу а так что-нибудь Ну вот, мы, получается, подходим к какой-то двери. Наверняка там тоже будет скример. Так, давайте смотреть, осматривать все сразу. О, это наш друг с медведем. А вот и медведь. Привет, Сэм. Я так рад, что ты пришел. Сделаешь мне одолжение? Пожалуйста, воткни четыре гвоздя в мишку. Пожалуйста. Ладно, но сейчас я пока тут осмотрюсь. Ты не против? Блин, прикольно. У нас есть друг. Так, а что мне? А, холодильник загорался все это время. Понятно. Так, здесь есть что-нибудь? Монеты? Так, ничего не видно. Давай, откроем. Ой, голова. Ты отравила меня. Почему? Почему ты отравила меня? Я хорошо к тебе относился. Кто ты? Молчать! Я доверял тебе, Яроцик. Я правда доверял тебе? Знакомьтесь, Джек. Здравствуй, Джек. Давай тебя сфоткаем на память. Блин, это уже в какой-то комедии превращается. Так, ну ладно. Мы, в принципе, знаем, что делать. Нет, ну ничего. И тебя сфоткаем, тут же наш друг. Так. Угу. Ну, давай воткнем, ладно. Надеюсь, ей будет больно. Ты мой лучший друг, Сэм. Вот, возьми. Табличка. Ну, естественно. А что, все, да? Блин, ну, по-любому где-то монетка. Не, ну это клевая тема, конечно. А, может быть, монетка сзади? А, мы же еще назад не поворачивались. Тут есть статья. А, вот, а вот и монеточка. Десятая, да? Да, нумизма 2. Отлично. Ой, как я рад. Вроде не собирался, я все равно рад. Так, давайте почитаем. Что у нас там. Ну, это табличку мы знаем, куда отправить. Надо смотреть. По версии полиции, Ерцик Ротта, жена известного пианиста Джека Ротта, покинула страну. Джек Ротт, признанный композитор и пианист, был найден мертвым в своем доме в мае. На ранних этапах расследования в убийстве подозревали его женой. Считается, что она бежала в Польшу. Ну, как бы ок. Странно, что вещи у нас не отнимают. О, я так и думал. Это, наверное, Джек. Да, труп Джека. Ну, это прикольно сделали, конечно. Ну-ка, если развернуться и сфоткать. Ну-ка. Да, стоит, смотри, стоит. Можно мне это? А, надо сфот... То есть, чтобы войти, надо сфоткать. Вначале фоткаешь, потом уже ходишь. Ну, нам делать нечего. Мы потихоньку с тобой отходим. Ну, блин, ну это, я не знаю, это больше не страшно, это тупо прикольно. Так, назад. Наверх. Наверх. А, сюда. Сюда. А, да, да, все правильно, сюда. Мне в какой-то момент показалось, что не сюда. Так. Давайте вначале осмотрим. Так, ничего. Видимо, это будет загадка. Какая-то головоломка дальше. Применить. А, надо... Все, я понял. Я вижу. Я вижу только... Ага. Короче, нужно, чтобы вот это все... Вот, например, чтобы здесь был один плюс один плюс два. Четыре. Потом нужно, чтобы два плюс два. И здесь был где-нибудь один, например. Например, вот так. И получается пять. Дальше два, два, два тоже не подходит. Вот так, наверное. Давай, смотри. Два, один, два. Это уже не подходит. Так, два, один, два, четыре. Все равно не подходит. Надо по-любому, чтобы где-то здесь, либо там... Так, здесь единица по бокам не могут быть. Здесь единица и здесь единица, да? Так, хорошо. Один, один, два, пять. Дальше два, два, один, пять. Два, один, два, пять. Так, хорошо. Четыре. Четыре должно быть. А тут у нас два, два, один. Так. Верхняя у нас совпадает, а нижняя нет, да, получается? Это вообще должна быть три. Подожди, а как сделать три? А как сделать внизу тройку, я не понимаю. Внизу-то тройку ты никак не сделаешь. Там один, один, два все время. То есть время четыре. Значит, как-то по другой логике собирается центр-то. Или центр не считается? Если центр не считается, то правая сторона никак... Так, подожди. Тут как ни крути один. Тут как ни крути два. Тут как ни крути один. Все, я не прав был. Я понял. Надо просто, чтобы... Чтоб по фигуре совпадало. Например, один, один. И чтобы, например, что получилось пять, надо, чтобы точка еще была где-нибудь здесь, здесь и по центру. Вот. Наверное, так все-таки. Так, вот так. Получается. Но так и так не выходит. Дождя. Тогда центральная должна быть. Так, подходит, подходит. Вот это не подходит, да? Сейчас разберемся. Там должно быть пять. Так. Сложная загадка. Они, если что, по часовой, когда я нажимаю, они по часовой крутятся. Так. 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 Так, так. Так, так, так. Нет, вот здесь уже тогда не совпадает. Так, давай тогда вот эту крутить. Тут либо так, либо так, либо так. Тут по-любому, либо вот это, либо вот это, потому что четверка, иначе никак. Надо ориентироваться на четверке. Так. Так, здесь центр сто процентов должно быть как-то так. Проверяем. Так, так. Это без разницы. Так. Точка пять должно быть, да? Пять должно быть. Да, вот этот сто процентов будет вот так стоять, потому что, видишь, у нас здесь центральный больше нигде нету, а тройка у нас вот так смотрит. Значит, раз, два, три точки должны быть. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше. Остается только вот эти две крутить, чтобы понять, как соответственно... Так. Ммм. А здесь точно либо вот это, либо вот это. А, постой, а это уже можно и так повернуть. Да, вот тут так не получается. Два раза поворачиваем. Вот еще. Вот такое расположение еще может быть. Так. Так. Четыре. Пять. Три. Вот это не совпадает. Четыре. Угу. Так тоже не совпадает. И так не совпадает. Значит, здесь поворачиваем. Так, значит... Я думаю, здесь нужно смотреть так четыре, чтобы было вот так четыре. Ну, так не идет. Правая сторона не включается. Потому что вот этот не совпадает. Так, давай так повернем два раза. А так, если два раза повернуть, то здесь точка по центру. Так, ну вот четыре получается, да? Ну, тут центр не совпадает. Тут получается вот так и вот так. Две это неправильно. А здесь нужно подстраиваться именно под левую верхнюю часть. Потому что четыре всегда. Вот так может. Так. Так. Да, вот этот не туда смотрит. Хорошо, давай этот вот так развернем. Еще раз попробуем. Еще раз попробуем под это подстроиться. Ой. Так, нет. Так, нет. Вот так. Так, получается, две точки. Бред какой-то. Так, так. Так, так. Так, так, так. А тут вот эти вот смотрят вот так в обе стороны. А, нет, вот этот еще смотрят. Все. Пять. Но пять здесь тогда нету пятерки. Ну, так оно неправильно. Может быть, если у нас уже какие-то, скажем, совпадают части. Вот, например, у нас стоит вот так, да? Вот эти вот две как в минус уходят. Типа они стоят, но их нету. А вот это вот, типа, остается две точки. Может быть, вот так? Тогда нет. Нет, нет, нет. По-любому нет. Потому что тогда центральная... Центральная-то одна все время. Но это по-любому. Либо вот так, либо вот так. Одно из двух. Оно иначе не может быть. А их может как-то можно передвигать? Нет, местами менять. Тут явно какое-то одно должно быть расположение. Вот это не подходит. Вот это не подходит, потому что здесь точка. Ее как бы здесь не должно быть. Может быть, я не прав. Вот это не подходит. Вот. Нашел. А нет, блин, тут три. Нет, все правильно, три. Отлично. Натыкался. О, дверь открылась. Отлично. Фух, сложно. Так, назад, да? Где у нас? Вот сюда. Не забываем про фотоаппарат. У нас теперь есть фотоаппарат. Это классно. А кувалду куда делась? О, это наш комнат. Только без таблеток, да? Собачка. Собачка. Шкаф. Пусто. Окей. Все. Властелин кошмаров. Это, видно, был как сон какой-то. Там в конце ничего. Давайте посмотрим. Дополнительно. Главу 2 сразу. Так. Тут разная музыка. Давай вот эту оставим. Она потише вроде как. Тоже вон разные эскизы комнат. Как что валяется где. Лестницы на разные этажи. Прикольно. Это можно смотреть, как что разрабатывалось. Есть над чем подумать, да? Научиться немножко... Даже необязательно рисовать. Я думаю, где-нибудь в 3D это можно проектировать спокойно. Вот такие вот комнатки. Сделал вот такие комнатки. Которые в таком состоянии стоят. Просто... Эскизы просто разукрасил. Где-то что-то поставил. А там дальше прописал действия. В каком порядке. Что у тебя должно работать. И все. Да, вот смотри. Рука. Они прям точки проставили. То, что в моделировании. Чтобы она двигалась. Где. Как она должна будет. Что будет видно. Что не видно. Что вон моделька. Она вот здесь вот останавливается. И все по сути. И все. Ну а на этом тогда все. Вот такая вот интересная глава. Незаурядная достаточно. Следующая серия мы тогда посмотрим. Ну, получилась такая короткая серия. А в следующей серии мы уже посмотрим следующую главу. А на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Подписывайтесь на дискорд. На обусти. На группу ВКонтакте. Стасянчик ТВ. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok